Здесь, в этой квартире под несчастливым номером 13, было совершено жестокое убийство супружеской пары. Тела Рины и Равеля были найдены с многочисленными ранениями 9 августа. Предположительно, удары наносились топором. По версии следствия, преступление совершил единственный сын погибших, 24-летний Наиль Замалеев, солист новокубческой хип-хоп группы Flow of Lines. В момент задержания молодой человек сразу признался в содеянном. Сейчас он находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в двойном убийстве. В настоящий момент о мотиве совершения указанного преступления обвиняемый пояснять отказывается. Мотив здесь на данном этапе мы рассмотрим как версию. Это внезапно возникшие личные непривязненные отношения. Почва, на которой они возникли, как раз сейчас является предметом изучения. Тамара Степановна и погибшие супруги часто ходили друг к другу в гости. Пенсионерка видела, как тела супругов обнаружили их коллеги по работе. Стали открывать, машины два стоят. И я прямо открыла дверь, тоже смотрю. Я говорю, в чем дело? А он говорит, заходить туда нельзя. Там трупы. Никаких подозрительных звуков в ночь, когда произошло убийство, соседи не слышали. В виновности Наиля, несмотря на его признательные показания, они сомневаются. По их словам, он был отзывчивым и вежливым парнем. Даже не верится. Как может сын, один сын может убивать. Я даже не представляю, как это могло произойти. По неофициальной информации, Наиль Замалеев также может быть причастен к разбойному нападению на своего деда. В июне у пенсионера, проживающего в селе Теплый Стан, украли более 200 тысяч рублей. Пока молодой человек проходит по этому делу как свидетель. Тера будет следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok